Полно познакомить вас с этим местом, со всеми его странностями, его таинственностями, ну и, конечно же, жизнью и творчеством Михаила Афанасьевича Булгакова. Вот этот дом стал его первым московским адресом. Булгаков приехал сюда осенью 1921 года и прожил 4 года в одной из комнат квартиры номер 50, которую он впоследствии прославил и ославил как чертову, как нехорошую «Мастера и Маргарите» и многих других своих произведениях. Эта самая квартира находится в соседнем от нас подъезде на последнем этаже, и там сейчас тоже музей. Музей, который также посвящен о сюрприз Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Но, говоря языком «Мастера и Маргариты», с тем музеем мы по разным ведомствам. Там музей государственный, мемориальная квартира писателя, у нас же музей частный, музей театр. Открылись мы в 2004 году, когда во дворе этого дома еще висело объявление, написанное его жильцами, и оно очень недвусмысленно гласило «Нет, здесь музей Булгакова и никогда его не будет». Но, как говорил Гон Бегемот, история нас рассудит. И вот история рассудила так, что здесь имел нахайство открыться наш музей, а через три года, когда подулеглись вызванные этим событием страсти, подтянулся и музей государственный. И вот это пространство, которое теперь занимает наш Булгаковский дом, оно тоже имеет самое прямое отношение и к жизни, и к творчеству Михаила Афанасьевича, поскольку здесь в 20-30-х годах располагалось жилтоварищество. Оно управляло всем этим огромным домом, и ни один жилец, включая самого Булгакова, этого благословенного места просто не мог миновать. Ругаться по всем бытовым вопросам, как минимум получать прописку, жильцы совершенно неизбежно приходили сюда. Сразу по ходу моего рассказа вы можете подходить, смотреть экспонаты, фотографировать, снимать короткие 5-10-секундные видео, аудиозапись вести нельзя. В каждом зале вы можете присесть на...